что должна буду сказать в действительности мы встречаемся именно в этой студии именно я скажу что самыми интересными со своей ведущей фатимой биболаевой я уже как бы сразу представляю что в студии находимся мы ну и конечно же наши гости эксперты сегодня у нас в гостях человек который уже был человек который наверное все таки с которым один час это очень мало беседы я думаю что если дать безлимитный тариф времени нам то мы наверное все таки не завершим нашу программу поэтому хочу всем представить что у нас в гостях мамутаева антизара садулаевна председатель союза женщин республики дагестан так со всеми здравствуйте 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 очень приятно антизара садулаевна очень рада вас видеть после такого насыщенного месяца месяц был действительно насыщенный для нас всех для вас особенно потому что союз женщин дагестана проводила в этот месяц очень много мероприятий вот особенно вот последнее мероприятие которое посвящено было не у матери и девиз слова великого бальзака я думаю сейчас я россия подхватила будущее нации руках матерей а девиз нашего мероприятия вашего мероприятия вот я думаю нашего я могу сказать потому что тоже есть да 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 мама будущее дагестана в руках матерей скажите и дарса дулаевна вот я сразу начну уже как вы самый центр вопрос задам наши сегодняшние мамы они отличаются от вам которые были 30-40 лет назад естественно чем как чтобы несколько вы знаете время она все меняет постоянство и как и в жизни как его времени чтобы она сохранилась нету не может быть а с изменением времени изменением условий которых находится живем мы это формации и социальное экономическое положение те новшества которые вошли в нашу жизнь связи с развитием нашего общества даже вот мы говорим живем век высоких технологий да естественно и наша жизнь изменилась изменилась конечно положительную сторону но в то же время но в то же время проблемы они есть особенно что касается для женщин матерей но вот если провести параллель между этими мамами 40 лет тому назад и параллель а нынешними мамами какой маме вы отдадите предпочтение как матери не как женщине как матери вы знаете вот такой вопрос немножко каверсный конечно согласитесь конечно конечно какое можно предпочтение матери мать это мать она мать мать это та которая дает жизнь ребенку мать который вкладывает в ребенка все душу сердце любовь она была и 40 лет тому назад она уже сохраняется и сейчас а что говорить как легко ли этой маме то время было или сейчас ну женщина она как пчелка всегда трудилась она и старалась быть полезное общество общество ходила самое главное она ведь хранительница очага та которого домашнего очага та которые все весь этот институт семьи который на ней держится почему-то куда она повезет что это нагрузка для женщины вы знаете нет женщины всегда считали что она нежели чем мужчины она перегружена нет а вот сейчас да а сейчас вы знаете совсем живет другое время несколько тогда более такая стабильность была в том смысле что да и экономическая даже стабильность влияет стабильность была в том смысле может богаче мы не жили как сейчас живем может мы не могли позволять то что сейчас можем позволить но была стабильность уверенность завтрашнем дне что дети голодными никогда не останутся значит семья не окажется нищенском состоянии положение да ну конечно и тогда и сейчас они существовали семьи которые за чертой бедности проживают и сейчас они снова вот и резкая выраженность и различие между этими двумя вот категориями семей которые очень хорошо живут и очень бедно они конечно сейчас ярко выразились и это конечно дает нам вот мы поэтому и озабочены и государство и уверенно и сама общественность мы непосредственно общественной организации которые занимаемся именно проблемами женщин проблемами семьи и конечно этот вопрос у нас самый наболевший потому что ребенок выросший в этой системе воду вернее ситуации постоянной нехватки он агрессивен он знаете если ребенок приходит в школу и видит своих сверстников которые всесторонне обеспечены порою могут перешагать вот мой какой телефон или хорошо что школьная форма сейчас есть они все одинаково одеты ведь советское время это существовало разница то не было между категории зажиточного и бедного человека а сейчас-то учащиеся приходит и когда видит от них приводит свет на мерседесе все это самое или же лучших школах где-то лучших как обеспечено сверх обеспечено ведь есть у нас и такие школы а вот когда ребенок себя чувствует ущербным ушимленным у него и появляется обида боль и зависть и завистью естественно появляется и скажите мне ответить мне вот на один вопрос я наверное все таки человек из рожденная в 80-х годах будет так говорить я застала хорошие времена стабильные времена и получилось что более в молодом возрасте перешагнула уже нестабильную обстановку в республике скажите мне почему раньше родители и дети не позволяли себе кичится тем что у них есть все что случилось сейчас сейчас каждый друг перед другом размахивает возможностями и вот поэтому это все произошло кстати в богатых странах где люди из поколения в поколение богатые они же не кичатся этим вот 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 сарса глайн уже бывали за границей и раньше я даже в что такое что знать это это все видно это наш связь со стороны вы поверьте но есть люди которые по земле ходят и не отрывается от земли хоть богатые они держатся и наравне с другими старается не выделяться а есть ведь люди которые дорвались до этого и вот да дорвались до этого и они считают что они могут управлять миром забывая о том что это еще не все уже не состояние переварить то что пришло и вот на тот вопрос который вы и сейчас о восьмидесятых годах и ранее говорили вы знаете вот такой прослойки олигархической у нас народе не было не советское время декларировались они вот партийные работники нет партийные работники или же ответственные там чины где-то работали они конечно декларировались все их доходы попробуй только иди купить машину покупать вы должны должны были изложить все откуда эти деньги у этого человека оказались а сейчас и укрывать этого тогда невозможно было настолько очень сильно работали все службы которые занимаются значит соблюдением всех норм и законов а вот сейчас же ведь уходят если налоги налогов не выплачивают если имея огромные виллы дома и не один и не два если оформляет на себя двухкомнатную квартиру и считать что у них нету ничего вы представляете это конечно обман во первых и это все видят вокруг народа обман государства а самое главное обман всевышнего вот я вам когда сказала давайте проведем параллель между мамы 30 40 лет тому назад и вот сейчас мамой вот я хотела наверное все таки вас привести к этой мысли раньше мамы не кичились сами сейчас сами мамы кичатся вы понимаете все дело в том что если даже раньше жена первого секретаря райкома партия могла быть единственном числе правильно а там ниже стоящие вот такой вот разница а сейчас извините деньги есть положение есть смысле могут они себе положение позволить есть у них сколько хочешь частной собственности они не видят и не чувствует ничего но я не хочу параллель привести между всеми ними есть очень земные очень нормальные люди которые смогли себе пробить сделать создать царство себе вот такое что имеют и доход и богатство имеет но и тоже время чувствует тех открытые руки открытые на есть есть открытые руки они идут на помощь тем кто рядом страдает и нуждается в их поддержке ведь это же проверка вот все богатство дают человеку ведь все выше не наверно проверяет на что этот человек способен я же сказала кто-то выдерживает кто-то не выдерживает после рекламы наверно у нас еще три минутки или мы прям сейчас уйдем на рекламу но я думаю что интизара садулаем на нам еще не раскрыла полностью все что хотела сказать вы так ее остановили а у него что-то еще было может быть что-то еще хотите добавить вы знаете что есть и добрые люди хорошие люди и с каждым днем вот есть и сравнить лет пять тому назад и сегодняшний день есть прогресс очень много конечно конечно да люди люди приходят тому что так нельзя и дальше невозможно и сами те имущие власть имущих они сами идут уже навстречу зачем собой ведь ничего это не унесешь слава богу что приходит это осознание слава богу почему потому что мы уже я вот уже давно чувствую что мы на краю пропасти и вот эти передачи которые выходят и без конца на всех и телевизор на центральном телевидении на местных телевидениях на радио просто вот люди начинают уже говорить и кричать и спасать вы знаете что мы не хочу согласиться мы не можем быть на краю пропасти каждый человек каждый человек прокладывает свою дорогу ищет выход и дай бог мы не можем у нас есть надежда на завтрашний день и мы поэтому живем для так чтобы на краю пропасти не оказаться настолько наш народ вот приспособленный к жизни и может вот найти выходы из положения даже там он найдет выход из положения и слава богу и в то же время вы знаете что говоря о телевидении другом я сама возмущаюсь когда вижу весь негатив и все вытаскивает на телевидении те стороны где очень плохо это а сколько много хорошего можно же на позитиве жить они все время выпячивать нищету бродяжничества или неправильный образ жизни вас раскрывать все что вот связано с личной жизнью каждого человека это же вот не должно этого этого не должно этим усугубляем себе свои ситуации совершенно верно почему потому что как говорила мать тереза нельзя воевать против выйти выходить на митинг против войны а нужно за мир естественно за мир нужно выходить не против войны не показывать а женщинам а женщины мы в этом отношении только так и должны держать свою линию только за мир во даже междоусобные какие-то моменты противостояние если бывало уже не на жизнь это могло остановить наша дагестанская женщина почет уважение женщинам в обществе и из по ком векон я на место не было сейчас не помню о поле свистели у виска а мать качала колбель вот это вот чьи вот вылетали рассыл гамзатова сейчас не помню скорее всего рассылка по моему его слова я тоже так и вот вот эти слова остались вот прямо из детства и и вот яркое такое найти поле свистят а мать качает колбель а мать качает так мне кажется мы сгрустнули с вами давайте мы сейчас с вами прервемся на короткую рекламу вернемся к нам в эфирную студию поставлю один музыкальный трек в исполнении абдулла мурадова потому что песня называется мама вы не поверите эта песня уже практически около года у нас на эфире но каждый раз когда я слушаю эту песню она цепляет все самые тонкие струны моей души я предлагаю нам вместе с вами послушать давайте посмотрим за более тематика у нас сегодня о матери оставайтесь с нами это радио народов кавказа ну а мы конечно же возвращаемся к нам студию и я напомню что у нас в студии сегодня как обычно бывает в пятницу жарко нас бывает трое иногда четверо потому что в компании со мной моя соведущая фатима бибалаева ну и конечно же наши гости сегодня это я могу говорить мне кажется часами возможностях нашего нашей гости сегодня потому что это представитель союза женщин республики дагестан мамутаева индизара садулаев на что давайте продолжим тему материнства да тем более у нас вот только что прошел прошло грандиозное мероприятие которое проводили в инстаграме полномочия по правам ребенка и наша певица известной заслуженная а вы служите дагестан айшат айсаева вот расскажите немножко про это мероприятие которое вы знаете было не оставила равна говоря праздник мы сидели и плакали если честно сказать мы сидели вот особенно когда вспоминали матерей героев а когда смотрели матерей которые усыновили детей причем детей особенных на просто преклонялись скажите вот а знаете что будет день матери праздник этот конечно очень такой душевный праздник обязательный к по моему каждому человеку и каждому понятно и этот праздник не то что вот в этот вечер большом зале дома дружба отмечали этот праздник отмечался по всей республике и говоря вот ранее мы говорили как чему мы идем и что делается года от года вы знаете когда такой душою такой ответственностью и такой вот добротою в этот день проводит этот праздник раскрывает душу раскрывает руки для того чтобы чем-то облагородить жизнь и матерей которым на самом деле нелегко живется тяжело и по всей республике во всех районах городах все в населенных пунктах отмечался этот праздник союза женщин советы женщин на местах нам послали вот вот вчера сегодня получала отчеты великолепно этот праздник терпенте терпентском районе отметили избербаша прошел он великолепно удивительно красиво был проведен городе махачкале ресторане золотая империя где хозяин этого ресторана банкетного зала скажу я сайпула магомедов вот вы представляете магомедович фамилию не скажу вот настолько выложился этот человек мы когда говорим вы знаете вот категория таких вот который матерей было приглашено на это мероприятие матери детей инвалидов которые фактически всю жизнь проходят вот этим больным ребенком этих стенах и конечно они не могли одни прийти туда ребенка видне оставишь одного и вот они с детьми пришли такие подарки великолепные сделали совет женщин города махачкалы во главе председателем муминат пагомедовна им уртазаевой руководство города махачкалы администрации в лице мусас хабалиевча и этот же наш уважаемый сайпула магомедович знаете в этот день удивленные были эти люди говорили мы куда попали это что за богатство вы знаете насколько по размерам для детей были куплены куртки для дома для женщин одеяло наборы постельного белья продуктовые наборы и еще говорили выбирайте что вам надо ну разве не скажешь спасибо таким людям людям которые помогли пришли принесли в этот день обрадовали этих людей этих детей много было знаете плакали много-то республики инвалидов детей много нет но это 50 семей было кто-то с двумя детьми инвалидами пришли кто-то с одним это получается около 150 человек в этом банкетном зале и вы знаете от блюд от столы ломились ломились настолько хороший был прием организован это такое же мероприятие великолепно и буйнахске прошло хасавюрте ну все можно переселить я хочу от всей души поблагодарить всех кто протянул руку помощи обрадовал принес радость вот нашим мамам разным категориям я хочу сказать спасибо моим коллегам подругам председателем совета советов женщин муниципальных образований вот беспокойной душой душой которой не получая за это ни одну копейку да мы же все только на общественных началах на общественных началах сколько себя выкладывает наши женщины и спасибо мужчинам который имеет большое сердце я хочу вернуться тому вечеру который проводили в доме дружбой тысячи человек помещается в этом зале еще больше осталось за да 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 которые не смогли попасть в этот вечер на этот концерт человек я хочу сказать спасибо сказать нашему временно исполняющего обязанности главы республики васильеву владимир абдуальевич честно говоря он в тот вечер завоевал всех вы знаете что вот эта теплота отношений признание но что никто может не признавать мать родителей у нас себе говорил там что одна мать вырастила троих детей вы знаете вот эта душевность вот это тепло на самом на самом деле который затрагивала глубок глубоко нашу душу это это вот царила в тот вечер в этом зале вот видите вот 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 это все наделяет надежду нам что завтра будет лучше а я бы даже отметила вы знаете вот мецената гутиханова вот я хотела вот к этому я шла вы знаете вот а совсем этим стоял человек на самом деле большой души я преклоняюсь по и перед матерью его который родила вот и воспитала такого я хочу сказать огромное чисто человеческое материнское спасибо ему за то что он не то что этот вечер а сколько он им сделано сколько благотворительности сделала была женщина которую построили вы знаете на самом деле сгорел семеро детей она взяла себе на воспитание я была в ее старом доме и сгорел за один миг за день слава аллаху дети остались живы и она оказалась этими приемными детьми которые ее называют баба по-аварски мама и вы знаете и вот у разбитого корыта и не знала куда идти что делать а руку помощь это протянул наш ислам гамзатович гамзатович и там я ему говорила да не оскудеет рука дающего пусть и вышли ему тысячи крат вернуть и всем таким как он и всем таким которые идут на помощь людям а их у нас немало у нас у нас у много благотворительных фондов очень молодцы они низкий поклон всем им кто же мы без них конечно мы без фондов и легко как можем работать а хочу сказать спасибо нашим творческим людям это айша тайсаева умница такая и ни один сколько и первый концерт благотворительный я удивлялась даже когда они успели это все удивилась даже вот насколько они красиво это все одним выдохом одним дыханием все это выдали и настолько красивый душевный получился вечер хочу поблагодарить всех наших женщин которые настолько вот душевно относится ко всему и вот вы говорили все плакали в зале на самом деле а ведь у нас еще вы знаете это часть 1 на знать это маленькая часть которые вот мы мы смогли отметить на этом вечере у нас много и матери героев которые мы еще будем чествовать и вдовы героев наших тех кто погиб исполняя свои служебные обязанности во имя дагестана по имею сохранение целость целостности во имя российского нашего велика и великой родины россии и мы постараемся их дальнейшем тоже чествовать не забывать о них а говоря о матерях у которой детей до 10 и более ведь не только трое матерей которые в тот вечер были три матери их дагестане много мы постараемся и им уделить внимание да и призываю всех не то что один союз женщин или упаломоченный при главе республики дагестан по защите семьи материнства и прав ребенка я призываю всех который думает который дорожат своей мамой постарайтесь уделить внимание тем кто нуждается в вашем внимании вашем отношении в добром слове да и а мне заготворительной помощи что понравилось ведь это мероприятие можно было провести как раньше это наверное делалось когда не было столько возможностей просто подарочками отделаться правда там какими-то а может быть поздравлениями в узком кругу масштабность масштабность меня привлекла к этому мероприятию что подключились столько людей что приглашены были столько людей по всей республике и в городах и особенно вот то что произошло в махачкале я вообще очень восхищаюсь и удивлена этим человеком исламом гамзатовичем его обширности кругозору тоже то как он умудряется увидеть этих нуждающихся людей ведь у нас очень много богатых людей которые не видят этого правда же дай бог чтобы они увидели конечно но я была сама идея как это все преподнесли с вручениями дипломов с кроме за этой идеей конечно наша малины ежова очень задействована она стояла и очень ей и могу хочу сказать спасибо не то что это которая воспитала такую девочку но в то же время я хочу сказать большое спасибо адаму буддагилову адаму буддагилову который ездил ко всем к ним снимал выдал в эфир как говорится на сцену настолько красивый материал тёплый тёплый материнской концерт настолько продуманный я хочу сказать всем тем который нашим творческим работникам артист а как дрожала который брошу как дрожал голос у дебровой когда она объявляла это умница большая умница красиво вела же хотелось плакать честно сюда в зале и вот всем артистам которые пришли обрадовали наших женщин наших матерей всем большое спасибо вы знаете вот такое чувство вот вот и возвышенности и гордости и в то же время все равно такой вот что-то еще вот внутри грусти вот думаешь ой слава богу слава аллаху вот женщина мать она на самом деле правильно говорят рай под ногами наши веселей сказал что под ногами на матерей на самом деле кто не чтить мать и кто не может матери сказать спасибо за все никого не никого не скажу же он он не может быть вы знаете вот я здесь выписала слова мать у которой нет времени заботиться о своем ребят ребенке дарить ему там ласку и так далее не может быть матерью и дети выросшие в таких условиях позднее оказывает совершенно потерянными для семьи и для общества вы знаете кто это написал это написал энгельс энгельс а как будто бы сегодня да вы знаете вы когда начали читать слова я вспомнила одного ашукова три года как его не стало гаджи иисуф миджидов мысельчанин очень одаренный от бога человек ашуги не одаренный книга вышла узнать семиклассный и болеть за мать который за одну мать не может болеть сердце пусть превратится камень и в скалу представляете это полный полный перевод видимо он так много вложил в это вот на самом деле у нас только настолько вот красиво написано сегодня у передача в которой мы поклоняемся матери которая мы просто говорим спасибо нашим мамам за то тепло за то ласку за то что мы просто умеем сострадать другому человеку за то что мы просто можем понимать другого человека вот это все конечно вкладывается в нас матерью и естественно говоря матери сегодня я хочу просто призвать опять-таки наших дагестанских матерей призвать тому чтобы сохранить мир и покой не то что семьи это естественно республики чтобы вот 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 эти устои не раскачались хватит с нас все того что мы видели перестрадали рядом мы видим тех которые потеряли родных и близких сколько было страданий на выпало на нашу дагестанского народа надо семей на матерей которые по сей день оплакивает своих детей ведь этот мир нам нелегко достался чтобы дорожить и и чтобы все надо нам матерям сделать все чтобы наши дети росли счастливыми наши дети не подверглись нас насилию наши дети не знали ужасы войны наши дети были продолжательными нас с вами нас родителей и поэтому надо сделать все чтобы патриотизм наших детей воспитать обязательно любовь на к родине своей воспитать своим устоем своему народу своему и это не высокие слова это необходимо сегодня обязательно поэтому мы во всех вот-вот пяти зонах дагестана с участием городов районов дагестана всех мы провели конференции круглой скорой конференции мы провели хасавюрти круглый столбовую бойнакске он за и спир башки дзербенте вот сейчас после нового года сразу название вы знаете ответственное родительство ответственное родительство этой акции у нас идет полная советы женщин совет и особ за ответственно и родительство крепкую семью защищенное детство и в рамках этой акции вот именно идут ответственное родительство а значит женщин будущее forgotten матерей. Будущие, естественно, это дети. И, естественно, вот в этой акции у нас, в рамках этой акции мы проводили пасональные конференции, чтобы опять-таки населить внимание и сделать одно из основных направлений своей работы и советов женщин на то, чтобы вопросы воспитания детей были основными. Упор сделать на молодежь и сделать так, чтобы наши дети на самом деле выросли достойными, образованными, культурными. Традиции свои. И вот обязательно, и ответственные традиции, и обязательно было возрождение наших семейных традиций, народных традиций. А кто участвовал в конференции? Просто, чтобы это не было... Мы собрались между собой, поговорили и ушли. Нет, нет, нет. Нет, конечно. А кто там был? Там участвовали, значит, со всех городов, районов. Председатель Совета Женщин и с ней вместе с какого района по... Один человек приехал, с какого по два-три председателей Совета сельских поселений, актив, которые могут делать погоду поселений. Были, значит, государственные чиновники. Естественно. Естественно. И главы администрации были. Обязательно. Без их поддержки мы... Да. Обязательно. В первую очередь... А вот через какое время они будут отчитываться первые лица... Сейчас одну минутку. Первые лица, значит, районов, городов сами лично принимали участие. Я хочу всем им сказать большое спасибо. Поддержку именно движения женщин, Женщин Совета на местах. Работой. Целеправленной работой. Праздники, да, мы все праздники проводим. А хочется, чтобы Советы женщин вели работу. Работу, да. Работу, чтобы она была продуктивной, эта работа. Чтобы завтрашний мы могли сказать, что вот сделали и результат у нас есть. И поэтому надселиваем внимание наших Советов женщин на то, что мы должны заниматься воспитанием наших детей. В духе патриотизма, воспитанием трудовым, в духе наших семейных традиций народов дагестанских. Кроме родителей, кроме матери, учителя. Сейчас вам скажу. Естественно, мы они принимали участие. Обязательно. У нас очень много председателей Советов женщин, директора школ. Очень много председателей Советов женщин, известных авторитетных педагогов. Естественно, на каждой из конференций было принято обращение. И, естественно, были даны предложения. По всем им итоговой будет рекомендации всем женским советам, чем, куда и в какую сторону направить работу. Вот, да. Оно будет детально изложено и доведено до них, и будут они работать. Отчет будет? Естественно. Понимаете, без отчета просто вот в лозунге они ставят за лозунгами. Отчет у нас, доклады выступающие, у нас они, обращение, итог всей конференции, которую проводят, они обращения принимаются, в которых попутно излагается, на что уделить внимание и чем заниматься женским организациям. Итоговое резюме уже будет общее по республике. Исходя из всех этих конференций и круглых столов, у нас будет общая рекомендация союза женщин. А не останется ли это просто на бумаге работа? Сейчас я вам скажу, уважаемые друзья, я хочу просто похвастаться тем, что Советы женщин это такая организация союз женщин, которые, несмотря ни на время, ни на те изменения, те, значит, перипетии, которые произошли в нашем обществе, оно всегда было задействовано. Потому что там объединены женщины, женщины, которые болеют за свою семью, детей, за будущее. И это женщины небезразличные, небезразличные. И поэтому женщины все времена Советы женщин работали, а сейчас еще активнее, потому что перед ними изложены все задачи, все цели и все программы, по которым должны мы работать, реализовать на местах, там, где мы живем, в том кругу, где находятся наши женщины. Интизара Садулаевна, я вот как раз смотрела новости, смотрела, и вы сопровождали Васильеву, Ольгу, Ольгу Васильеву, вот министра... Ольгу Юрьевну. Да, Ольгу Васильеву, министра образования РФ. Вот скажите, вы в этой работе, вот как совет женщин, какие-то предложения внесли? А вы знаете, что я не просто там оказалась. Во-первых, вопрос, что касается образовательного уровня, естественно, и воспитательных функций образовательных учреждений на сегодня. Вот откуда все начинается? Вы знаете, вот оттуда, и вот это все меня всегда волновало, будучи уполномоченным по правам ребенка, этим занималась я. И сейчас, когда перешла уже, уже оказалась председателем Союза женщин Дагестана, я сейчас в том же русле продолжай работать. Без воспитания образования оно не может быть. А на это и сделали упор президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Именно сделал упор на то, чтобы образовательные учреждения должны заниматься воспитанием детей. Ведь это было в советское время. Вы когда в начале передачи спрашивали, какая разница, почему и как, вы знаете, в том, тогда была идея, цель, которому люди шли, шли, шли. И воспитание вместе с образованием были поставлены на первом месте. На первом месте. И поэтому Ольга Юрьевна и Васильевой, не просто так, Екатерина наша и Андрея и Толстикова и Министерство образования меня пригласили. Пригласили. Я там, конечно, озвучила в 35-й гимназии выступая, что женская общественность у нас естественно работает на то, чтобы не то, что семья, родители воспитали, воспитанием занимались. Когда ребенок переходит, переступает порог школы, школьного двора, он должен находиться в детской общественной организации, которая обязывает ребенка быть ответственным за свои действия. Возвращаются пионеры и комсомолы. это мое было предложение. Кстати, очень хорошее предложение. Пусть как хотят это называть, я так и сказала, хоть ничего плохого не было. Если октябрят не хотят октябрем связывать, а пионер-то это по-гречески первопроходец в переводе, а почему нельзя оставлять, а ребенок, который находится в общественной организации, общественное порицание или общественное порицание намного иногда больше дает, чем шлепок матери. Конечно. Вы знаете, он чувствует ответственность за общество. Да, я там и сказала, у нас есть околята, у нас есть эколята, разные движения, но движение должно быть одно, одно правильном русле, а там уже кто чем интересуется, кто-то околята, кто-то эколята и так далее, и так далее. И особенно патриотическое воспитание детей, у нас оно есть. Я хочу словами благодарности обратиться к нашей Чакарне Джидовне, директору 35-й гимназии, школа-музей, основа патриотизма, это токсовцы. Я хочу сказать Амару Мурцалиевичу, генералу, спасибо, который столько труда вложили. Ольга Юрьевна была удивлена, удивлена, и несколько раз на итоговом совещании со всеми, значит, с тем, с кем она встречалась, она там подчеркнула еще раз в присутствии Владимира Абдуалевича, что этот опыт нужно распространить на Россию. Вы знаете, оказывается, настолько много, на самом деле, столько много делается Дагестаном, порой она остается или преподносит негативно, обязательно изъян какой-то порочной натура найдет, и этот начинает, а фактически сколько сделано. И в образовательном уровне, а что касается воспитательного, я там говорила о советах девушек и советах отцов, не говоря о советах женщин, на что нацелено внимание наше, для того, чтобы воспитание наших детей было одним из основных в том, на что направлена работа вообще не то, что союза женщин, всех нас с вами, всех нас с вами. Прерываемся на короткую рекламу, вернемся уже для подведения итогов, потому что у нас осталось около 7 минут, 6 минут до конца нашей программы. Так это быстро все проходит. Ну что делать? Оставайтесь с нами в ближайшее время. Ну вот у нас осталось несколько минуточек до конца нашей программы, но давайте подведем итоги нашей программы, что же мы сегодня с вами обсудили, что вообще за месяц сделали и что нас ждет в ближайшее время. Ну что, я думаю, что День Матери мы, вы и вся Республика мне кажется достойно отметила, почетно дали, как говорится, понять каждой маме, что она любима не только своими детьми, но и всей Республикой тоже. Проведены, как говорится, круглые столы, где обсуждались вопросы, связанные не только с воспитанием, но и с образованием детей. Вы правильно сказали, что во все времена и во все, как говорится, можно сказать, в будущем, настоящем и в прошлом воспитание и образование всегда шли рука об руку друг с другом. Это всегда на первом месте. Что нас ждет теперь впереди? Впереди нас ждет, я всегда, мы должны настроиться оптимистично и естественно в первую очередь трудиться не то, чтобы один день в году говорили о матери и уделяли все дни, каждый день, каждый из нас должен успеть сделать доброе и уделить внимание матери. Не забывать, мы дети до тех пор, пока мамы у нас есть. А мама уйдет, это равносильно земля из-под ног уходит каждого из нас. К сожалению. И каждый день должен быть мамин. И каждый миг мы должны постараться принести радость и удовлетворение душевного состояния нашим мамам. А такой человек делать плохое вряд ли сможет. Человек, который думает о маме, о своей маме, он и к другому человеку будет относиться. Естественно. Мир станет добрее. Естественно. И естественно хочу призвать всех, кто делает добро, чтобы он еще больше постарался, те, кто, и муж, и класс наш, пригласить их к тому, чтобы призвать их к тому, чтобы они помогали нашим, тем мамам, у которых проблемы есть в семьях. Вот буквально после совета праздника города Махачкале отмечали в ресторане, после ресторана, пришла на прием на следующие мамаши с двумя близнецами, оба которых инвалиды на руках. Шесть лет она двумя детьми сидела и с двумя детьми танцевала и слезы шли у каждого из нас, когда видели эту картину, что жилья у нее нет, чтобы руку протянули помощи, чтобы они со съемной квартиры ушли. Удобств с вами квартира. Отец есть съемная квартира у них и удобств нет. Съемная квартира на пятом этаже и двумя детьми без лифта. Мы же знаем, что такое мать. А таких семей у нас к сожалению пока еще много. Она не состояла работать. Я хочу выразить искреннюю благодарность нашему президенту Российской Федерации за последние указы, где опять-таки придается внимание демографическому развитию нашего государства, поддержке матерей, рождаемости детей, когда до полтора года матерей, которые родили первенцев, будут более десяти тысяч, одиннадцати тысяч получать денежную поддержку. Вы знаете, поддержка семей, поддержка детей, это самое святое. Для чего мы работаем, живем? Мне кажется, вот на этой красивой ноте, на вот этих словах про святое, что поддержка родителей, матерей, отцов, семей, мне кажется, вот на этом нам нужно завершить нашу программу, сказать, наверное, все-таки то, что эта тема, которую мы сегодня обсуждаем, она безгранична, как космос. Говорить о любви, уважении к матери, любой, не только своей, но и просто матери, женщине-матери, мне кажется, это безгранично. Разрешите мне еще раз продиктовать номера телефонов Союза Женщин. рабочий телефон Союза Женщин Дагестана 67-4109. 67-4109. Мобильный мой телефон 8-989-862-11-39. Мы всегда рады вашему телефону. Звоните, заходите. Заходите. Контактные телефоны Союза Женщин Дагестана, рабочий номер телефона 67-4109 и личный сотовый номер нашей Индизары Садулаевны, это 8-989-862-11-39. Спасибо. Спасибо вам, Индизары Садулаевны. Спасибо Союзу Женщин. Спасибо всем женщинам, которые как пчелки, как пчелки трудятся, работают и что-то делают. Пусть каждый делает маленькое наше общее большое дело воспитание и как бы сохранение того, что у нас было и есть. Спасибо. Чтобы мы были спокойны за наших детей. Спасибо. Мне кажется, вот вы сказали, вы были спокойны за наших детей, а мы, дети, хотим быть спокойны за наших матерей. Вот, наверное, все-таки не зря мы здесь с вами в разном, как говорится, варианте собираемся. Наверное. Всем всего хорошего, мы не последний раз видимся, в месяц один раз мы вас ждем у нас на Титя Расадулаевна. Спасибо. В месяц один раз мы обсуждаем, как говорится, разные вопросы, тематические вопросы, в неделю один раз видимся, но каждая, как говорится, тема, разная тема. Да, тема разная. В месяц один раз. А цель одна. Цель одна, да. Спасибо. Мы говорим вам всего доброго, всего хорошего, вам, как говорится, только большого корабля с большим хорошим попутным ветром, чтобы все у вас получалось. Мы с вами на этом корабле все мы женщины. И надеюсь, все вышли нам дорогу даст зеленую. И дает, и дает. И естественно, мы очень благодарны за поддержку нашей руководства республики, всех на местах людей, которые наделены властью. Наши обращения не остаются без ответа. Они идут на встречу и помогают нам. Спасибо им. А я напомню, что каждую пятницу ровно в 16.00 на радио народов Кавказа АСС диапазон по Махачкале 104.8 стартует программа под интересным названием про нас. И на Прибой ТВ по средам 8.00 и по субботам 8.00. Ну, а я более того еще напомню, что если у вас есть интересные темы, если вы хотите, чтобы мы что-то обсудили, но где-то, может быть, мы не доглядели или не досказали, звоните к нам на 8088-293-1048, пишите на этот же номер нашего WhatsApp, и мы прослушаем, просмотрим все ваши предложения. Всего доброго, всего хорошего обязательно. И увидимся, и услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok